27 января 1944 года был положен конец блокаде, до 900 дней и ночей душивший город Ленинград. Более 800 погибших и тысячи искалеченных жизней. Таков итог этой страшной блокады. В день снятия самой страшной в истории человечества блокады Ленинграда в музее истории города, в Центр дополнительного образования. Ребята еще раз вспомнили о тех событиях блокадного Ленинграда, о непомерном мужестве ленинградцев, о их несгибаемой воле. И руководитель музея Тария Сергеевна Боголюбова познакомила ребят с документальной хроникой блокадного Ленинграда, поведала трогательные и трагические истории жителей блокадного Ленинграда, впоследствии наших землячек. Перед ребятами выступил живой свидетель блокады Ленинграда, житель нашего города Александр Федорович Шефер. На начало блокады ему было 4 годика, и кажется, дети в то время мало что помнят с этого возраста, но, очевидно, война и голод обостряют память. Меня даже из комнаты не выпускали все время в группе в помните. Рассказал Александр Федорович и про те самые 125 граммов хлеба, а точнее про то, что им тогда называлось. Ведь в состав маленькой черной булки входили опилки, хвоя, бумажный клей и другие, казалось бы, несъедобные примеси. Ну, куда деваться, совсем же без еды не будешь. Вот 125 грамм получала на каждого мать. Вот нас двое, и она трое. Вот, считайте, она получала 375 грамм хлеба на день. Каждый день надо было идти, к утру спеть. Утром там очереди были, хоть как. Там две или три точки было всего, наверное, где хлеб давали. Вот по талонам, по карточкам. Ребята с неподдельным интересом слушали рассказ ветерана. На их лицах читалось сопереживание, боль и гордость за мужество и героизм, проявленные ленинградцами. Ведь, несмотря на все трудности, они не сдали город врагу. Я считаю, что такие встречи должны проводиться, чтобы подрастающее поколение помнило всю историю и версии людей, которые были там. «Чтоб не забылась та война, ведь эта память – наша совесть. Она, как сила, нам нужна». За мужество и героизм, проявленные жителями блокадного города, Ленинград получил звание «Город-герой», награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда». Будем же с благодарностью помнить подвиг Ленинграда. Анна Нагатова, Илья Павловский, пресс-центре «Четыре четверти», школа номер два города Коркино. Специально для городских новостей.